Всем привет! Сейчас я покажу вам, как можно регистрировать ваших партнеров на корейском сайте. Для обладателей визы F2, F4, F5, F6 есть такая возможность зарегистрироваться на корейском сайте как гражданин Кореи. От этого можно получить ряд преимуществ. Итак, давайте приступим. Сейчас я нахожусь на корейском сайте Atomy.kr. Здесь я залогинился под своим партнером. То есть, получается, вы можете авторизоваться на корейском сайте под своим ID и паролем. Далее здесь нужно выбрать первую опцию. Первая опция в этом меню – это регистрация нового партнера. Нажимаете ее, вас перенаправляет на страницу регистрации. Нас перенаправили на страницу регистрации. Здесь три варианта. Нужно выбрать первый вариант. То есть, это для иностранцев, которые проживают в Корее и имеют возможность именно заниматься предпринимательской деятельностью в Корее. То есть, это обладатели визы F2, F4, F5, F6. Нажимаете «Присоединиться». Здесь соглашение. Ставите галочку верхнюю. Соглашаете со всем. Нажимаете дальше кнопочку «Подтверждение». Далее. Здесь идет верификация личности. Есть три способа, как верифицироваться. Самый простой – это через телефон. Для этого нужно просто, чтобы у вашего партнера был корейский номер телефона, который зарегистрирован желательно на него, и чтобы он знал оператора своей связи. В Корее существует три основных оператора связи. Также существуют компании, которые берут услуги операторов связи в субаренду. Это вот четвертая опция. То есть, вам нужно заранее знать, уточнить у вашего партнера, какой у него оператор связи. И в момент регистрации ваш партнер должен быть на связи, потому что ему придет смс. Когда вы заходите в регистрацию через оператора связи, обычно здесь две опции. Первая опция, где нарисован мобильный телефон – это через мобильное приложение. Не у всех есть мобильное приложение, поэтому обычно мы всегда делаем верификации личности через смс. Там, где нарисован конвертик – это смс. А в первой опции нужно будет ввести имя партнера, так как оно указано в ID-карте. ID-карта – это корейское удостоверение личности. Вводим имя. Далее, следующая опция. Здесь выбирается первая опция по умолчанию – это гражданин Кореи. Вторая опция – это иностранец. Мы выбираем вторую опцию – вегугин. Далее здесь вводится год рождения в формате год – четыре цифры, число и день – по две цифры. То есть мы вводим год рождения. Так, так и так. Далее выбираем пол. Первая опция – это мужчина, вторая опция – женщина. И, соответственно, вводим номер телефона. Номер телефона вводим в формате код оператора. Код оператора в Корее у всех мобильных телефонов 0.10. И далее вводим сам восьмизначный номер. Далее здесь вводим пароль. Не пароль, а капчу. И ставим пять галочек. То, что вы со всем соглашаетесь. И нажимаем дальше кнопочку, вот эту красную, далее. Подтверждение. Подтверждаем. И он мне говорит, что данные неправильные. Возможно, я сделал где-то ошибку. Так, только что со мной связался партнер и сказал, что у него оказывается связь не KT, а SKT. Ну, так тоже бывает. Давайте пробовать дальше. Иностранец, женщина, год рождения. Я уже выучил номер телефона. Все, теперь у вас есть пять минут, чтобы получить код от вашего партнера и успеете его ввести. Так, я сейчас сообщу партнеру, что смс-ка ушла. Иногда бывает так, что партнер не знает, какая у него связь. У нас было так несколько раз. И тогда приходится методом тыка. То есть, заходи сначала в SKT, не получается. Зайти в KT, не получается. Зайти в LG, не получается. Дальше заходим в Altenpol и опять пробуем, пробуем, пробуем. Все не получается, а потом с партнером связываетесь, он вам может сказать, что телефон не на него, а на мужа зарегистрирован, например. И тогда заново вводите уже не ее данные, а партнера, данные мужа. Бывают разные ситуации, поэтому желательно стараться получать информацию более точную. Так, мне скинули код. Так, я его ввожу. И подтверждение. Все. Когда появляется вот такая надпись, one row, это значит, что прошла верификация. Назнимаете теперь не вот эту серую кнопку, а вот эту беленькую. One row. One row. И далее мы переходим на четвертый шаг. Мы переходим на четвертый шаг. Сейчас сайт подтормаживает, потому что ведутся технические работы. Здесь много информации, и самая сложная информация это по адресу, потому что адреса в Корее достаточно сложные для понимания, без знания корейского языка и без понимания, как у них тут все устроено. Но хорошее новое в том, что адресы e-mail вводить не обязательно. Вот обратите внимание, где звездочки есть, только эти поля обязательные. Здесь мы выбираем гражданство. Мне нужно сейчас проверить гражданство человека. Секундочку. Гражданство. Окей. С гражданством может быть не так все просто, потому что здесь все по-корейски написано. Давайте пойдем по порядку. Так, здесь у нас Таиланд, здесь у нас Гуатемала, здесь Греция, это разные, то есть страны, которые нет в списке. Это что такое? Нам Африка Гон Хангук? Хуэгук? Я не знаю, что это такое. Но это что-то с Африкой связано. А, это Южная Африка. Южная. Нам Джок. Да, Южная Африка. Ну, я так понимаю, это ЮАР. Непал, Новая Зеландия, Деман. Деман, я не знаю, что такое. Это Германия, это Лаос, Россия. Что-то знакомое, да? Румыния, Малайзия, Мексика. Это тоже не знаю, что это такое. Это Модоба. А, Молдова это. Окей. Это, так, у нас где была Молдова? Так, еще раз. Россия, Малайзия, Мексика, Молдова, Монголия, Америка. Миянма, я не знаю. А, Миянма, не знаю, что это такое. Вьетнам. Белоруссия. Бразилия. Швеция. Бразилия. Испания. Сингапур. Армения. Аргентина. Азербайджан. Англия. Узбекистан. Так, вот Узбекистан уже чуть поинтереснее. Так, вот это вот опция Узбекистан. То есть, запомните, как она выглядит. Здесь Украина, Иран, Италия, Индия, Индонезия, Япония, Грузия, Китай, Чили, Камерун и вот Казахстан. То есть, это то, что я искал. Казахстан, то есть, можно сразу прокрутить на самый конец, и вот будет опция Казахстан. Одна из самых, одной из самых длинных здесь названий. Вот Казахстан. Дальше у нас есть здесь Камбоджа, Канада, Кения, Колумбия, Кыргызстан. Вот это Кыргызстан. Таджикистан, Танзания. Так, Таиланд снова. Туркменистан, Парагвай, Перу, Франция, Филиппины, Австралия. Это я не знаю. А, это Гонконг. Гонконг. То есть, нам нужен Казахстан. То есть, еще раз. Нужно выбрать гражданство. Гражданство выбирается здесь. Далее и Казахстан. Далее выбирается тип визы. Тип визы F4. Выбирается срок действия визы. Этот срок, который указан в ID-карте. То есть, виза F4 дается на 5 лет, но она с автопродлением. Здесь нужно именно указать тот срок, который указан на ID-карте. Так. 2020. 3.10. В Корее дата всегда указывается следующим образом. Год, месяц, число. К этому нужно привыкнуть. Указываем пароль. Пароль, который будет удобен для вашего партнера. В корейском пароле обязательно нужно указывать цифру и специальный знак. Большая буква не обязательно, но цифра и специальный знак нужны. То есть, обычно мы вводим какие-нибудь цифры с года рождения и ставим какой-нибудь специальный знак. Оттверждаем пароль. Гостевой пароль – это не так важно, какой он. Главное, чтобы он был простой. Так. И все. То есть, это все данные, которые здесь нужно указать. Гражданство, тип визы, пароль, срок действия визы. Получается, вот этот шаг занимает даже, наверное, меньше времени, чем на российском сайте. Самое главное – найти нужную страну в списке гражданства. Остальные данные указывать здесь не обязательно. Ну и вот эту галочку можете еще поставить. По-моему, без нее регистрация дальше не пойдет. Это здесь вы соглашаетесь с тем, что все данные указаны выше и верны. И нажимаете кнопочку «Далее». Так. Продолжаем нашу регистрацию. Мне отправили ID спонсора. Так. Я ввожу ID спонсора. И нажимаю кнопочку «Подтверждение». То есть, здесь все как обычно. По умолчанию идет влево. Здесь нужно будет выбрать центр. Единственное, в Корее получаются центры другие. И здесь выбирать центр будет, наверное, вам сложно. Здесь нужно будет у человека узнавать, в каком городе он живет, если ему нужны посылки в центр. А желательно, чтобы, если он хочет оформлять маленькие посылки, получать их бесплатно в центр, чтобы забирать их самому, чтобы не платить за доставку. Доставка маленьких заказов до 50 тысяч в Корее стоит 2,5 тысячи вон. С выше 50 тысяч вон – доставка бесплатная. То есть, ему нужно будет пойти в ближайший центр, атоме, который он идет рядом с собой, узнать его название и написать вам на бумажке, как это название. Либо человек может сам зарегистрироваться, если он может по-корейски читать, то, потратив некоторое время, он сможет найти подходящий центр. Кстати, нужно узнать, в каком городе живет этот партнер. Спрашивать, в каком городе живет партнер, оказалось, не нужным, потому что у меня есть адрес, и я могу посмотреть по адресу. Партнер живет в городе Инчон. Здесь я выбираю Инчон. Для людей, кто может читать хангель, это не так сложно. Для тех, кто не может, нужно смотреть это как на картинке. Здесь все идет по алфавиту. Нам нужны первые две буквы. Это палочка, крыльшок и палочка. Так, я, возможно, пролистал уже. Вот, крыльшок и палочка, это И. Нам еще нужно, чтобы была буква Н внизу. Вот Инчон. Давайте выберем Инчон Топ. Мне нравится это название. Партнер может потом сам поменять свой центр. Когда он узнает, какой центр близок к нему, может пойти и поменять. Так, все. Нажимаю кнопочку подтвердить. Здесь проверяем, что все правильно. Далее ждем подтвердить. И все. Партнер зарегистрирован. Это все, что касается регистрации. Но это только полдела. Потому что далее идет этап верификации. Верификация идет в Корее через мобильные телефоны и мобильные приложения. Об этом будет следующее видео. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok